привет друзья и зрители моего канала сегодня я буду готовить очередной суп потому что мое здоровье сейчас не позволяет мне есть какие-то другие блюда поэтому мы вчера заготовили перепелок которые уже старые эти перепелки не сушки чтобы из них приготовить суп без прикрас без всяких тут при украшивании вот как есть так и есть это мелкие очень видите маленькие перепелочки они были лысые им уже по полтора года это не сушки они уже умирают 2 из них умерла мы их отдали собакам поэтому чтобы они все не умерли я их вчера с мужем убрали вот их наверное грамм по 100 и мы будем варить из них суп так вот очень плохо чистятся вот чищу чищу уже и пинцет взяла потому что они старенькие и пеньки остались и никак вот не могу вычистить но буду наверное частично обрезать где не вытаскивается чушь теперь целый день что ли этим заниматься и сейчас у меня закипит вода и я поставлю буду варить вот мои дорогие друзья я поставила вариться перепелок теперь они будут вариться около двух часов потому что они очень жесткие они не сушки старые не сушки перепелки варятся уже два часа но они почти сварились видите у них ножки уже такие голенькие сейчас буду заправлять суп сегодня суп варю из таких же силадонов которых мы убирали вчера а этих мы положим наверно в холодильник морозилку сейчас будем заправлять суп с перепелками перепелки я вытащу потом их порежу и отправлю в суп обратно как обычно я кладу перцы сладкие болгарские морковку лук гречку потому что это будет гречневый суп что-то у меня маловато оказалось картошки и картошку еще и положу замороженную зелень это будет петрушка и все чуть-чуть поварю и будет у нас суп с перепелками вот такие перепелочки они даже можно сказать многовато варились потому что мы тут заняты были еще забивали перепелок поэтому немножко конечно переварила можно было поменьше но каждый раз по-разному потому что каждая перепелка она по-своему вот эти прям старенькие не сушки я думала они совсем будут жесткие но ничего нормально можно есть а куда их девать собачкам тоже достается ну и себе тоже надо мы же не должны голодными сидеть правильно тем более раз они у нас есть еще я добавлю в суп мороженые томатики домашние я подумала что кислинка не помешает поэтому я сейчас их разморожу мелко порежу я обычно их тру на терке но сейчас мне нельзя после операции напрягаться поэтому я их поэтому я их просто порежу мелко вот так я порезала помидорки и замороженную петрушку уже варится гречка почти сварилась и я туда сейчас все добавлю вот такой суп с перепелками и гречкой у меня получился я всегда гречку очень сильно развариваю я по-другому не могу ее есть поэтому суп такой мутноватый потому что гречка сами знаете какого цвета вот так выглядит суп с перепелками вот он видите гречка там перепелочки я их разделила и положила обратно вот такой супчик у нас получился сейчас чуть-чуть еще покипит чтобы не прокис потому что я же разделяла руками перепелок вот они сейчас немножко прокипят и я выключу конечно косточки но это же перепелки вот я их разделила они у меня уже прокипели все я сейчас их выключу вот такой супчик у нас получился смотрите получилось 4 литра да нет получилось 3 литра супа вот так вот нам хватит дня на 3 с мужем все выключаю все выключаю а на этом я сегодня с вами прощаюсь ставьте лайки пишите комментарии до новых встреч мои дорогие друзья пока пока пока